Эфир телеканала ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте! Сегодня в программе. Если такая пойдет практика, можно посадить любое должностное лицо. Не согласно с вердиктом, бывший чиновник-миллионер попытался обжаловать приговор. Дело Элгиза Гарифулина изучила судейская коллегия. Это не дело о наркотиках. Это дело о бессилии добропорядочного гражданина в борьбе с системой. Наркопроцесс длиною в долгие четыре года. И все равно не финал. Было установлено, что огнем поврежден автомобиль. Два человека пострадали в Чулыме. В припаркованном внедорожнике взорвался газовый баллон. Пытались оправдаться до последнего. Новосибирский областной суд рассмотрел жалобы чиновника-коррупционера из Росрезерва и его подельника-отставного офицера ВМФ на приговор районной инстанции. Речь об Элгизе Гарифулине и Станиславе Кабанячем. Фигуранты вновь настаивали на своей полной невиновности в резонансном деле с многомиллионными взятками. Бывшего заместителя Сибирского регионального управления Росрезерва Илгиза Гарифулина и военного пенсионера Станислава Кабанячего приговорили в январе этого года. За Эльцовский районный суд назначил фигурантам весьма суровое наказание. Чиновник получил 13 лет строгого режима со штрафом 100 миллионов рублей, его подельник 4 года общего. Гарифуллин ответил за 10 эпизодов получения взяток в особо крупном размере. Согласно материалам дела, он помогал предпринимателям выигрывать тендеры на заключение выгодных госконтрактов по приобретению имущества из Государственного резервного фонда. За взятки в различных размерах, в различных суммах, в зависимости от стоимости имущества, которое разбронировалось, потому что стоимость имущества была и 50 миллионов, и 10 миллионов. То есть в зависимости от стоимости устанавливал процент, который он получал у предпринимателей, получая имущество, которое хранилось на складах Росрезерва. Потом его перепродавали, естественно, он выходил в гражданский оборот. По версии следствия, размеры вознаграждений варьировались от одного с небольшим до 50 миллионов рублей. Итоговая же сумма перевалила за сотню миллионов. Не в меру предприимчивого управленца взяли в оборот после того, как он разжился Порш Каеном, обеспечив победу в конкурсе очередным клиентам. Дорогое авто ему презентовали в качестве очередной благодарности. Машину чиновнику передал бывший офицер-подводник Станислав Кабанячий, которого обвинили в подкупе должностного лица. Правда, оба фигуранта свою вину категорически отрицали. Я никогда не был взятки по той причине, что в Росрезерве это невозможно, по той методике проведения конкурсных отпоров. И в Росрезерве всегда заключение контракта не единолично, и принималось решение комиссионов. И до этого была очень сложная процедура принятия данных решений. Дело Гарифулина с самого начала вызвало широкий общественный резонанс. Во многом из-за имущественного положения чиновника. Его семья жила на широкую ногу. Квартиры в элитных домах, таунхаус площадью 300 квадратов, целый автопарк статусных иномарок и грузовиков, коллекция охотничьих ружей, дорогих часов, внушительная сумма денег. Все это добро на сумму больше 200 миллионов рублей обратили в доход государства еще до начала судебного процесса. Однако бывший сотрудник Росрезерва уверял, что скопил состояние, занимаясь легальным бизнесом. А все обвинения в коррупции стали результатом оговора со стороны предпринимателей, фирмы которых участвовали в конкурсах. В апелляционной жалобе Илгиз Гарифулин вновь подтвердил свою позицию. Как и Станислав Кабанячий, он добивался полного оправдания. Но коллегия по уголовным делам облсуда оставила приговор в силе, так что оба фигуранта вскоре отправятся на зону. Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. Игра одного актера, новосибирец Евгений Суханов, обязательно взял бы престижную премию, но попал под статью. Мужчина ради двух миллионов рублей устроил нападение на самого себя. Не учел только одного, его спектакль попадет в объективе камер слежения и аферу без труда раскроют. Съемка, правда, получилась не очень хорошего качества, но персонажей различить можно. Главный герой, который задолжал приятелю крупную сумму, подговорил другого знакомого сымитировать ограбление в момент передачи денег, а после побежал с заявлением в полицию. Этот замысловатый сценарий оценили в суде. Сегодня стало известно, что автор получил срок. Год условно заложенный донос. Долг, кстати, ему все равно придется вернуть. Килограммы синтетики, десятки томов уголовного дела и процесс длиной почти 4 года. Сегодня в Новосибирском районном суде закончили изучать одно из самых громких и неоднозначных наркотических дел. Однако говорить о том, что это финал, похоже, еще рано. Осенью 2015-го оперативники, ныне не существующие ФСКН, почти одновременно задержали 7 человек. Среди подозреваемых были и ближайшие родственники, например, мама с дочкой, и люди, которые никогда прежде друг друга не видели. Одни окончили всего 9 классов, другие успели получить сразу два высших образования. И все эти разные, на первый взгляд, люди стали участниками общего уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Идейным вдохновителем и лидером группы посчитали Александра Демина, жителя Омска, программиста с опытом работы в международной компании. Демин в сети интернет создал отдельную ветку о сбыте наркотических средств, в которой была указана контактная информация для лиц, желающих приобрести наркотические средства, наименование продаваемых наркотических средств и их цена. Сожительница Демина была оператором, остальные участники – фасовщиками и закладчиками. Впрочем, сожительница Демина пошла под суд в городом одиночестве. Она заключила сделку со следствием и сдала всех, кого могла. Дело остальных участников начали рассматривать позже. Предполагаемый лидер группы на протяжении всего процесса уверял, он здесь ни при чем. То его якобы оговорила бывшая возлюбленная, то один из свидетелей случайно принял его за продавца зелья. Меня задержали, не разбираясь. Потом вследствие чего ФСК был расформирован, и дело 8 месяцев стояло без какого-либо движения. И спустя этот срок, спустя эти 8 месяцев, уже невыгодно кому-то было закрывать уголовное дело, освобождать невиновного. Демин уверял, в каждом из 70 томов уголовного дела многочисленные нарушения, а доказательства его вины оперативники фальсифицировали. Например, одну из главных улик, планшет с деловой перепиской фигуранта и его коллег, вовсе подменили. Поступил на экспертизу в разорванной упаковке. В зале суда увидели, что это вообще был не мой планшет, не тот, который у меня изымался. У него и цвет другой, и серийный номер другой. Все данные у него другие. То есть не то устройство. На протяжении всего процесса Демин обвинял суд в предвзятости, а Фемида делала ему замечания. Остальные участники группы отнеслись к своему положению философски. Многие пытались даже шутить. Это грустно или весело? Это печально. Демин, как организатор преступной группы, сторона обвинения запросила наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. В итоге главный герой этой запутанной криминальной истории получил немного меньше. 16 лет строгого режима и штраф 1 миллион рублей. Рядовые фасовщики и курьеры отделались меньшими сроками, от 10 до 12 лет колонии. Но этот результат, скорее всего, является промежуточным. По крайней мере, один из осужденных собирается обжаловать приговор. Анна Скок, Алексей Погодин. Экстренный вызов. В городе Чулыми вспыхнул престижный внедорожник с водителем и пассажиром в салоне. У нас есть видео с места происшествия. Из огненной ловушки пострадавшим женщинам помогли выбраться очевидцы. Владельцы Вольцвагена в шоке. Все произошло за доли секунды. Известно, что причиной инцидента послужило воспламенение газовоздушной смеси. Другими словами, хозяин Туарега сэкономил на установке спецоборудования. В 10 часов 56 минут пожарно-спасательные подразделения Чулыми реагировали на возгорание автомобиля. Через 2 минуты они были на месте. Было установлено, что огнем поврежден автомобиль по всей площади. Также при пожаре пострадало 2 женщины. Это водитель и пассажирка. В настоящий момент дознаватели выясняют причину пожара. Наиболее вероятна разгерметизация системы газобаллонного оборудования, установленного на данном автомобиле, и вспышка газовоздушной смеси. А в частном секторе Ленинского района, на улице 3-й Вертковский переулок, загорелся деревянный дом. Строение вспыхнуло моментально. Чуть позже пламя перекинулось на соседнее здание и гараж. Известно, что людей в момент пожара не было. Говорят, эти помещения давно пустуют, так что дознаватели МЧС не исключают версию об умышленном поджоге. Другие постройки, в том числе и жилые, от огня не пострадали. На месте работали сразу несколько пожарных расчетов. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. А с вами была Мария Никитина. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова